Много вопросов приходят, в том числе и о Латвии, и о странах Балтии. Я, кстати, помню интервью с Иваром Абалиншем, главой нашего Совета по электронным СМИ. Вы как раз с ним достаточно жестко разговаривали. У нас тоже целая эпопея с закрытием штрафами радиостанции. Меня в свое время господин Абалинш тоже штрафовал за интервью в прямом эфире на 8 тысяч Жириновским за то, что мы пригласили не того человека. В общем, это история, которая... И мне понравился этот разговор. Мне понравился именно, как вы тогда вели, что с ним, ну, мне кажется, ему там не особо много было что сказать. Но сейчас я не хочу свою точку зрения, чтобы как-то влиять на оценку. Какое впечатление вообще от этого разговора и вообще от общения с балтийскими политиками? Во-первых, я должна вам совершенно честно сказать, что я очень люблю Латвию. И я вообще к странам Балтии отношусь к какой-то совершенно, может быть, даже нерациональной нежностью. Хотя это, наверное, объясняется тем, что я грузинка, я гражданка Грузии и России. Я очень хорошо понимаю вас. Понимаю все сложности, которые возникают у представителей латвийского государства, связанных и с историей отношений с Россией, и с заявлениями, которые отсюда на официальном уровне к вам приходят, доходят до вас, докатываются. Но, понимаете, наверное, ровно потому, что я так сочувствую, сопереживаю латвийским гражданам, латвийскому государству, скажем так, ровно поэтому меня ужасно расстраивают глупые, на мой взгляд, решения, вызванные исключительно эмоциями. Может быть, я ошибаюсь, и я обязательно это признаю, если это будет доказано на каком-то уровне. Но у меня есть ощущение, что, понимаете, вот это как в Украине закрываются пророссийские телеканалы. Ребята, не надо, не надо это делать, не надо. Почему вы это делаете? В Латвии там тоже. Зачем вы это делаете? Как бы это только позволяет российской пропаганде рассказывать, как вы душите свободу слова. Ну зачем? Зачем? Конечно, есть основания. Мне вот представители латвийской власти много сказали про то, что это все закон, это санкции, там Дмитрий Киселев, там все пятое-десятое. Но понимаете, в чем дело? Когда речь заходит о журналистах, когда речь заходит о средствах массовой информации, пусть они сто раз необъективные, пусть они пропагандистские. Ты, как власть, обязан прежде всего доверять своим гражданам и понимать, что до тех пор, пока в эфире этих средств массовой информации нет прямых призывов, там, не знаю, экстремистских, нет нарушения закона понятного, очевидных нарушений закона, да. Вот до тех пор закрывать СМИ, это неправильно, это контрпродуктивно и хуже будет только, значит, тем людям, которые эти решения принимают. Не надо этого делать, понимаете? Ну вот, потому что теперь каждый раз, когда вот, это было то же самое вот с Америкой, которая, между прочим, в свое время объявила Арти иноагентом. Я тогда была первой, кто сказал, что этого нельзя было допускать, потому что это всегда в итоге выливается в подборку чудесных контраргументов у кремлевских официальных лиц, которые в любой непонятной ситуации говорят, а вы тоже Арти запретили, понимаете? И никто не вдается в подробности, как там запретили, как тут запретили, какие основания были у американского государства. То же самое можно сказать, например, о решениях латвийских властей, украинских властей. Много очень деталей, можно спорить о том, были основания, не было оснований. Но по факту, по большому счету, в споре используются аргументы простые. Смотрите, кто это нас тут клеймит за то, что мы медузу запретили. А посмотрите, что творится в Латвии вашей, в стране Европейского Союза. А посмотрите, что творится в Украине, в стране, победившем Майданом и так далее. Все то, что связано с запретами относительно СМИ, в итоге только помогает российским государственным лицам, официальным лицам, чиновникам, пропагандистам. Понимаете? Вот это меня очень расстраивает. Честно, я бы дала всем возможность работать. Пожалуйста, делайте, что хотите. Почему латвийский власт, например, считает, что зритель, он идиот? Зритель же он понимает, когда ему внушают какую-то билиберду. Зритель не будет это принимать за чистую монету. А если вы боитесь, что зритель поверит, то, пожалуйста, опровергайте, пожалуйста, контраргументы. Рассказывайте, как все на самом деле. Так работает демократия. Мне так кажется. Не знаю, вы со мной согласны или, может быть, я преувеличу? Нет, я согласен с вами, на самом деле. Это просто наша такая внутренняя боль, потому что то, что сейчас делает наш совет по электронным СМИ, честно говоря, это вызывает, я так мягко формулирую, очень много вопросов. И, честно говоря, нередко можно услышать мнение, что он зеркалит тот самый Роскомнадзор, о котором мы нередко слышим в эфире Дождя. Очень многие решения не похожи. Я бы все-таки, Вадим, не стала преувеличивать масштабы ваши, потому что я, как человек, находящийся в России, работающий журналистом на независимом телеканале, могу сказать вам, что, конечно, не сравнивайте. Вот правда. По-разному у нас масштаб поменьше, это правда. Ну, да, у вас все-таки демократическое государство. В России все гораздо сложнее, все гораздо страшнее. Но я просто, тем не менее, не хочу, чтобы в любимой мною Латвии, вообще на территории любимой мною Балтии, в Украине, в Грузии, не знаю, вообще в цивилизованном мире, чтобы принимались законы, которые могут быть истолкованы как некая, знаете, предвзятость. Вот это неприятно. Еще один вопрос, который хотел бы с вами обсудить, это Беларусь. Потому что то, что происходит в этой стране, и телеканал «Дождь», и мы следим за этим с августом прошлого года. И, конечно, это такая шокирующая абсолютно история. Вот недавний захват самолета, дело Романа Протасевича. Но и, в общем-то, много еще всего другого. И «Дождь» очень активно работает, и в Беларуси, и так далее, и тому подобное. Какие выводы можно сделать из всего, на ваш взгляд? Потому что, опять же, дополню свой вопрос, в августе, когда мы выходили тоже в эфир, многие эксперты говорили, Лукашенко осталось несколько дней, максимум несколько недель. Прошел почти год, он там же, где и находился. Вот что думаете? Да, абсолютно. Вы знаете, я, наверное, была из тех, кто был уверен, что осталось несколько недель, месяца, может быть. Да, поэтому в данном случае, боюсь, что мой прогноз не то чтобы суперценный, я тогда ошиблась. Правда, я была уверена, что он не выдержит этот натиск, и что его дни сочтены. Я, тем не менее, должна вам сказать честно, абсолютно уверена, что даже несмотря на то, что сейчас Александр Лукашенко сохранил власть, и несмотря на то, что Александр Лукашенко на данном этапе спас свою шкуру, его догонят тот ад, который он устроил своему населению. Обязательно, рано или поздно, скорее рано. Я не знаю, как это будет происходить, каким образом это будет все меняться в Беларуси, но почему-то я не сомневаюсь, что перемены наступят. Потому что невозможно быть тираном, убийцей, невозможно так вести себя со своим собственным народом и остаться безнаказанным. Вот я в это абсолютно верю. Я вместе с тем думаю, что тот факт, что в Беларуси сейчас происходит вот такая, знаете, это этап, который называется «маски сброшены». В том смысле, что раньше Александр Лукашенко, он выделялся фантастической хитростью. Очень многие его за это хвалили. Он мог заигрывать с Америкой, с Европейским Союзом. Он мог пожимать руку господину Помпео, госсекретарю США, который приезжал в Минск с ним шутить и рассказывать ему о налаживании отношений и так далее. Одновременно с этим он мог ругать довольно остро и резко Дмитрия Анатольевича Медведева, премьер-министра Российской Федерации на тот момент. Мог очень смело выступать в своих заявлениях, связанных с Россией. И все такие думали, господи, что это он имеет в виду? Неужели он сейчас переметнется на сторону европейцев? И он все время этим манипулировал. Он все время манипулировал, знаете, своей способностью вдруг взять и отказаться от дружбы с Россией, от сызного государства, и угрожал Москве. Смотрите, вот сейчас, вот еще один шаг. Вот вы мне не дадите нефть и газ по совсем низким ценам. Я, может быть, и буду дружить с Брюсселем. Сейчас у него нет такой возможности. Все. То есть он своими действиями, издевательством над белорусским народом, вот этими пытками, осуществленными в отношении белорусского народа. Он отрезал себе всякие возможности для маневра. И Александр Лукашенко теперь тот человек, у которого нет других вариантов, кроме как дружба с Владимиром Путиным. Поэтому это, конечно, идеальная ситуация для Кремля, потому что теперь уже Лукашенко приперт к стенке, и он ничего не может сделать. Он не дергается и не будет дергаться. И нет никаких сомнений, что усиление партнерства так называемого в рамках союзного государства, подчинение себе целых институтов белорусских, подчинение себе всех, сколько-нибудь важных стратегических решений в Беларуси будет осуществлено со стороны Российской Федерации. Вот в этом я нисколько не сомневаюсь. Еще я, знаете, все думаю, а когда же наконец-то Лукашенко заставят признать Крым российским? Вот это довольно, знаете, такой момент, он принципиальный для Путина. До сих пор Александр Лукашенко умудрялся манипулировать, не признавать Крым, даже критиковать Россию в некоторой степени и российское руководство за аннексию украинской территории. Ну вот теперь я боюсь, что ему придется что-то с этим делать. Посмотрим. Очень много вопросов к вам приходит, но время, к сожалению, ограничено. Но, тем не менее, задам несколько. Как оцениваете неполадки с интернетом у Путина на прямой линии? Это хакеры? Что думаете об этом? Я обожаю этот вопрос. Спасибо вам. Как зовут человека, которого задал, Вадим? Анна. Анна, прекрасный вопрос. Я как раз много об этом говорила вчера в эфире «Дождя». Знаете, это был шок. Реально. То есть абсолютно говорю вам по-человечески, искренне. Потому что я не могла поверить. Вот я сидела в эфире, вела эфир «Дождя» вместе с Анной Мангайт, пока Владимир Путин общался с народом. И вот эти зависания скайпа, вот эти неполадки – это унижения, которые испытывали люди, например, те же пожарные, которые пытались донести свою боль и информацию о своей нищенской зарплате до президента. Люди, которые столько… Могу себе представить, сколько часов они готовились, как их строили в этой пожарной части, чтобы они все правильно сказали, чтобы они хорошо выглядели, чтобы они донесли до президента. Ровно те слова, которые им сказали донести, при этом не сомневаясь ни на секунду, что они в чрезвычайно тяжелом положении находятся, эти люди. Эти бабушки, у которых крыша течет. Ну, в общем, понимаете, с одной стороны мы наблюдали за чудовищной ситуацией в российской провинции, в российских регионах. И с другой стороны испытывали чувство неловкости за организаторов этого мероприятия. Потому что, ну, слушайте, ну какие дидос-атаки? Ну какие дидос-атаки? Это обычный скайп, он виснет. Друзья, об этом знает любой человек, который работает в прямом эфире со скайпом. Вот вы наверняка знаете, Вадим, как вы виснет скайп. На самом деле, извините, что перебьем. У нас вчера был… Мы очень обрадовались, что если у Путина так, то при наших ресурсах у нас все гораздо неплохо. Понимаете, даже вот я дождь проходил, много разных этапов, на дождя тоже периодически что-то виснет. Это нормально, это эффект прямого эфира. Но когда у тебя раз в год прямая линия президента, то ну как-нибудь проверь качество связи. Константин Львович Эрнст, вот правда. И это, конечно, очень странно. Ну, наверное, у всех бывают технические неполадки. Но у меня ощущение, знаете, какое вот, если немножко широко попытаться мыслить и широко оценивать результаты, впечатления мои личные от всей этой ситуации, они заключаются в следующем. Вот они раньше как работали? Раньше работал корреспондент, который становился, например, рядом с трудовым коллективом. Использовались fly-away, это спутниковые тарелки, которые ставились. И в очень хорошем качестве картинка передавалась в центральную студию. Корреспондент выбирал нужного ему человека, нужный человек говорил нужные слова. Теперь они решили, что в эпоху коронавируса, или уж, я не знаю, для того, чтобы быть ближе к народу, они решили, что будет видеосвязь, как у народа принято, вот, пожалуйста, по скайпу. Давайте вот как вот. Вот непосредственная беседа между президентом и его избирателями. И, понимаете, это настолько все не работает. И дело, понимаете, то есть мне кажется, что неработающий скайп, зависавшие вот эти вот линии связи между президентом и его избирателями, они ведь и символичны в некоторой степени. Это не только техническая проблема. И это, конечно, не дедос атаки американцев, а это вот уровень связи между главой государства, между верховным главнокомандующим и людьми, которые очень далеко находятся от Москвы. Еще вопрос. Анна также у вас спрашивает, насколько при Байдене что-то может измениться для стран Балтии. Интересны ли они ему, учитывая, что вы много работали в США. Можете, наверное, еще ответить и на этот вопрос. Я думаю, что Байдену, конечно, интересны страны Балтии. Байден из тех, кому вообще внешняя политика очень интересна. Он же работал как раз в этом направлении. Ему и Украина очень интересна. Вообще пустовицкое пространство для Байдена не пустой звук, как это было, например, для Трампа. Но, смотрите, восточноевропейские государства, в частности страны Балтии, они настроены очень радикально в отношении России, что понятно. Германия, Франция настроены совсем не радикально. Байден сейчас задался целью восстановить крепкую дружбу и стратегическое союзничество с руководством ЕС, в частности с Германией и Францией. Поэтому, когда будет делаться выбор между претензиями, требованиями балтийских государств и позицией того же Берлина, то, к великому моему сожалению, скажем прямо, в некоторых случаях, Вашингтон будет делать выбор в пользу ФРГ, в пользу Парижа, в пользу Лондона, который уже не является частью Европейского Союза, но является частью европейского пространства. Поэтому, вот если у Вас, Анна, вопрос о том, будет ли Байден поддерживать инициативы стран Балтии, например, в отношении России, то на словах, наверное, будет. Но на деле, боюсь, что нет. Ну что ж, спасибо Вам большое, что нашли время и вышли в прямой эфир. Много вопросов будем приглашать снова. Спасибо. Катерина Катрикатна с нами была. Да, вы ждем. До свидания.